Сегодня последняя наша тема социология Макса Небера и я хочу, прежде чем мы приступим к этой теме, напомнить вам, что 12 марта это последний день, не 9, а мы договорились с Сергеем Евгеньевичем, учитывая, что там праздники и все такое, 12 марта последний день сдачи рефератов. Есть, правда, передовики, вроде госпожи Магуры, которая давно уже сдала свой реферат, но ее почину Стахановскому никто пока не последовал и поэтому, пожалуйста, не забудьте и поскорее сдавайте, потому что чем раньше вы сдадите, тем раньше вы сможете перейти к другим делам и потом у нас предстоит еще экзамен. Теперь, вот используйте, пожалуйста, оставшиеся дни, если там вы еще его не сделали, этот реферат свой. Я хочу воспользоваться за то время, что мы с вами не виделись, даже последние буквально полторы недели, появилось несколько моих продуктов, которые я хочу вам показать. Один, вот это в издательстве Ротлидж вышла в Англии, книжка с моей статьей, она, правда, шла полгода, она вышла вообще летом, но первые уведомления об этом я получил осенью. Осенью, три месяца почта, шел маленький конвиртик, где редакторы, вот Билл Пикеринг и Джеффри Уолфорд сообщали, что книга вышла, благодарили за участие и сообщили, что они ее выслали, они уверены, что книга будет пользоваться большим успехом. Я им ответил, что, судя по всему, книга уже пользуется большим успехом, потому что она пропала, и я не получил этот экземпляр. И они вот, буквально 3-4 дня назад, пришел второй экземпляр, на этот раз он успешно дошел. Называется работа «Гюргеймовское самоубийство. Столетие исследований и дискуссий». «Сто лет исследований и дискуссий». Кроме того, вышла моя, собственно, небольшая книжка, о которой я, кажется, говорил, называется «Эмиль Дюргейм в России» с подзаголовком «Рецепция дюргеймовской социологии в российской социальной мысли». И здесь я пытаюсь с позиции социологии и социологического познания показать, как воспринимали Дюргейма в России и почему его воспринимали так, как его воспринимали. Это, мне кажется, очень интересно и важно. И значение этой темы выходит за рамки, собственно, этой темы, потому что речь идет о выборе, собственно, путей развития России в начале 20 века. И в этом отразилось очень многое в рецепции Дюргейма, так же, как и в рецепции Маркса. И я прямо и косвенно сопоставляю эти рецепции и показываю, что... Стараюсь показать. Дюргейма знали хорошо, и первые три классические работы Дюргейма впервые были изданы в России, за пределами Франции. Это были первые книжные переводы Дюргейма. И так же, как и Маркс, опять-таки, Капиталы и прочее. И вот интересно, что это был за прием и почему он был таким, каким он был. Я стараюсь показать эту рецепцию на фоне некоторых главных, на мой взгляд, тенденций российской социальной мысли. И в частности, я показываю, почему его методология, объективная, условно говоря, она не могла быть воспринята с энтузиазмом в России, поскольку в России доминировала, условно говоря, опять-таки, субъективная методология. И так же, как из двух частей марксовой доктрины, а именно сцинетистской, такой научно-позитивистской, с одной стороны, и такой антисцинетистской, романтической, называйте, как хотите, антипозитивистской и прочее, такой утопической, И вот была выбрана вторая сторона марксизма, так и из двух сторон контизма, а именно объективной социологии и субъективной социологии, Россия выбрала вторую. А Дюргень как раз первую сторону конторской доктрины. И его идея, его рационализм был слишком холодным и рассудочным для горячей России, где удельный вес рассудочного знания был сравнительно невелик. И даже если какие-то мыслители начинали как апологеты объективной науки, они очень быстро от этого уходили. Это пример и российского марксизма, и Бердяева, который начал тоже с критики субъективизма Михайловского, и многих других. Да и Сорокин тоже проделал тот же маршрут, в общем-то, в значительной мере. Если к этому добавить, что научное знание, идея науки для науки, она не была очень популярной в России. И к этому добавить, что удельный вес художественной культуры был очень велик. Инженеры человеческих душ в России, как правило, были писатели, а не ученые. И скучные всякие спенсеры и прочее, они не очень привлекали интеллектуалов российских. Их больше тянуло к абсурду, как писал, я цитирую, здесь Бердяева, его работу 11-го года. Надо отбросить разум, броситься в эту бездну абсурда, и тогда, может быть, в этом что-нибудь выйдет, получится. И принцип партийности – это тоже разновидность субъективного метода, тот, который Ленин обосновывал. И хотя некоторые пытаются показать, что якобы Россия страдала от избытка рационализма, это большая ошибка, на мой взгляд. Избытка этого никогда не было. Был недостаток, повторяю, хотя были, конечно, Милюков, был ранний Сорокин, были многие другие, но их идеи находились в тени гораздо более мощных течений иррационалистического толка. И здесь вот это, мне кажется, весьма интересно и поучительно. Вот это субъективный метод в его различных вариантах. Вы могли бы дать? Да, пожалуйста, конечно, я специально. Вы говорите. Как говорят китайцы, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать одного и того же человека. Поэтому, смотрите, ну не слушайте. Так вот. Определенно. Ну а теперь, да, плюс вчера я получил вот очередной номер дюркеймовских исследований из Оксфорда. Это такой ежегодник выходит, дюркеймовские исследования. Издает его британский центр дюркеймовских исследований. Я член редколлегии этого ежегодника. Тут опубликовано новое, ранее неизвестное письмо. Коротенькое, буквально на несколько строчек дюркейма. И в три раза более длинный комментарий Дженнифер Мерджи, такой американке, которая живет все время в Париже и находит все время интереснейшие вещи там в архивах. В частности, она раскопала голос дюркейма, записанный на, значит, какой-то тогдашний диск. И когда в Париже открывали улицу дюркейма, имени дюркейма, именем называли рядом с новым зданием Национальной библиотеки в Париже, то на торжественном открытии, где присутствовал и мэр Парижа, и многие другие официальные лица, голос его там звучал. И это благодаря этой Дженнифере, которая постоянно живет в Париже, и она пишет диссертацию, что, наверное, уже скоро ее защитит. Ну вот, все, предварительные наши разговоры закончим и перейдем, собственно, к теме нашей. Выбор, без выбора, конечно, наш курс, он и так не полный, а так он просто будет прореха ужасная. И хотя сидеть в этом здании и говорить о выборе в присутствии таких крупных специалистов, как Юрий Николаевич Давыдов и некоторые другие, с моей стороны, это не просто смелость, это наглость. Но, тем не менее, я, поскольку надо закрывать амбразуру, я, значит, эту наглость все-таки, этот наглый поступок совершу, с тем, чтобы не было вот таких зияющих лакун. И поэтому надо, если у вас, тем более, будет еще, может быть, я не знаю точно, спецкурс о выборе, или спецкурс выборы современной социологии, или что-нибудь в этом роде. И так или иначе, без выбора невозможно. Я счел, что все-таки нужно хотя бы некоторые вещи, которые, может быть, вам давно известны, на них остановиться. И, конечно, это некоторые только маленькие такие, несколько маленьких сюжетов из выборовского наследия, хрестоматийных вполне. Но, опять же, считаю, что это необходимо на них остановиться. Конечно, это капля в море, учитывая, что в Гейдельбергском университете существует постоянно действующий семинар по Максу Веберу, и уже, видимо, завершено издание 30-томного собрания сочинений Макса Вебера в Германии. Наследие Вебера огромное, многогранное, многоаспектное, и поэтому, конечно, сегодня можно будет только несколько слов сказать о нем. Я скажу несколько слов сначала о нем, как о личности, о его научном творчестве, затем о его понимании идеальных типов, затем о его понимании понимания, так сказать, извините за каламбур, затем скажу о его понимании социального действия и, соответственно, предмета социологии, затем скажу несколько слов о типах социального действия по выбору, о типах человеческого действия и социального действия по выбору, и о типах господства, затем остановлюсь на его понимании политики и науки и на его месте в истории социологии. А может быть останется время, и я тут достал свою старую неопубликованную небольшую работу под названием «Заметки к сравнительному анализу Дюргейма и Выбора» 89-го года. И может несколько фраз прочитаю из этой работы, потому что мне кажется весьма характерно и полезно и поучительно сравнить этих двух классиков. Впрочем, это сравнение проводили уже много раз, но я еще хочу кое-какие здесь штрихи добавить к этому сравнению. Итак, Вебер, годы его жизни 1864-1920, он, Вебер, происходил, ну, Макс Вебер, его брат Альфред Вебер, тоже известный ученый, специалист в области теории культуры, истории культуры, или, как у нас говорят, культурология, хотя этот термин нигде больше не используется, по-моему, Альфред Вебер, это его родный брат. Он происходил из состоятельной буржуазной семьи. Вебер рано начал интересоваться политикой, и постоянно интересовался политикой, и в практическом смысле, и кое-где на этом поприще иногда выступал, и Раймон Арон пишет даже, что в нем постоянно присутствовала такая явная и скрытая тоска по практической политической деятельности, ну, и, наверное, это так и есть. Но выбор по натуре все-таки был ученым, а не политиком, и если в нем сталкивались эти два человека, то ученый все-таки всегда побеждал политика, такова была его натура, а против натуры, как известно, ничего сделать невозможно, и бороться с ней бесполезно. Ну и, соответственно, политик, он не может занимать двойственную позицию, ему некогда думать, он должен принимать решение сразу. Ученый, он более осторожен в своих выводах, рекомендациях и так далее, и вот поэтому, когда Вебер выступал на практическом политическом поприще, ему была свойственна вот такая вот нерешительность ученого, которая для ученого является добродетелью, скажем так, а для политика скорее недостатком. И поэтому мы часто, когда мы видим нерешительных политиков на этой политической сцене, мы часто относимся к ним отрицательно. Может быть, в науке мы бы их приветствовали. Вебер окончил Гейдельбергский университет, и там он изучал юриспруденцию, политэкономию и экономическую историю. С 1894 года он был профессором Фрейбургского университета, а с 1896 года он работал в Гейдельбергском университете. В 1998 году из-за тяжелого заболевания он был вынужден отказаться от систематического преподавания и вернулся к нему только в 2019 году, за два года до смерти. В 1904 году Вебер был приглашен в Соединенные Штаты Америки, в университет города Сент-Луис, где читал курс лекций. С 1904 года Вебер совместно с Вернером Зомбартом издавал журнал «Архив социальной науки и социальной политики». Научное наследие Выбора, как я уже сказал, огромное по масштабу и разнообразно по тематике. Многие его произведения не окончены и представляют собой такие незавершенные труды, рукописи. Самая известная его работа, это, конечно, протестантская этика и дух капитализма, работа 1905 года. Она, собственно, принесла ему наибольшую известность. И хотя, как и с любыми научными трудами, когда они попадают в широкое обращение информационное или в информационный оборот, конечно, идеи этой работы были, несомненно, опошлены, вульгаризированы. И, в частности, у нас стали интерпретироваться в таком духе, что вроде как Выбор доказал, что капитализм может быть только там, где есть протестантизм. Значит, раз у нас нет протестантизма, значит, капитализм невозможен. Коротко и ясно. Но, конечно, Выбор таких глупостей не говорил, и работа эта не так проста и однозначно. Из других работ отмечу его работу известную «Хозяйственная этика мировых религий». Его знаменитые две работы, которые вы, наверное, знаете, я просто их упомяну. «Политика как профессия» и «Наука как профессия» – это его лекции, которые затем были опубликованы в виде статей. Это фундаментальный, посмертно изданный и незавершенный труд «Хозяйство и общество», изданный в 21-м году. «Хозяйство и общество». Сейчас, кстати, есть новый английский перевод. Последние годы существует. Последние уже тоже не так. Время летит быстро. После смерти Выбора был издан также ряд сборников его статей по проблемам методологии социальных исследований, по проблемам социологии религии, социологии политики, социологии искусства и так далее. Как я уже сказал, круг его научных интересов был в высшей степени разнообразным. И в отличие от Дюргейма, например, он не считал себя прежде всего социологом, и даже, то есть не только социологом считал себя, и даже прежде всего не считал себя социологом. Он считал себя прежде всего историком, правоведом и специалистом в области политической экономии. И опять же, в отличие от Дюргейма, в его творчестве, как это отмечают исследователи совершенно справедливо, Трудно выделить какую-то одну ключевую идею, которая бы пронизывала это творчество целиком. Но может быть разве что идею рационализации, но и это тоже проблематично. Его творчество многопланово, многомерно. Но и тем не менее, несмотря на то, что он, как я уже сказал, не считал себя социологом прежде всего, именно в социологии его творчество оставило наиболее глубокий след. Но как это часто бывает, люди думают, что основной вклад их в одном, а вот потомки почему-то считают это иначе и усматривают этот вклад в чем-то другом. Какие влияния испытал Выбор в процессе формирования своего мировоззрения в целом и социологического мировоззрения в частности? Ну, во-первых, это влияние Дильтея, о котором я скажу, и влияние Баденской школы неокантианства или Фрейбургской школы неокантианства. И это естественно, поскольку, как я сказал, Выбор проработал несколько лет во Фрейбургской университете, в это время там работали такие выдающиеся люди, лидеры, лидеры этой школы, Генрих Риккерт и Вильгельм Виндельбанд. Естественно, что Выбор испытал влияние этой школы. Я позже скажу, в чем именно это проявилось. Затем Выбор испытал влияние немецкой политической экономии конца 19 века, в частности, Густава Шмоллера, известного в свое время экономиста, можно сказать, социологически мыслящего экономиста, который рассматривал экономику в тесной связи с другими социальными институтами. Ну и, наконец, нужно, конечно же, назвать Маркса. Маркс оказал влияние на Выбора, безусловно, очень большое. Это влияние, если Вы помните, на одной из прошлых лекций я говорил о том, что влияние в социологии бывает двух видов. Одни позитивные, другие негативные. То есть в первом случае речь идет о развитии взглядов некоего предшественника, его продолжения и так далее. А в других случаях речь идет об оппозиции этим взглядом. И во втором случае негативного влияния, влияние может быть столь же интенсивным или даже большим, чем в первом случае, хотя это не так очевидно. Вот Выбор испытал, прежде всего, такое негативное влияние Маркса, поскольку его творчество может рассматриваться как явная или скрытая полемика с Марксом, который был чемпионом, так сказать, по популярности в европейской социальной мысли на рубеже 19-20 веков. Главный редактор 30-томного собрания сочинений Вебера Вольфганг Монзен, внук, кстати, известного историка Теодора Монзена, автора знаменитой истории Рима, который, кстати, к нам приезжал, он назвал Вебера Марксом буржуазией. Но правда, надо сказать, что Марксом буржуазией до Монзена уже называли и Бенба Верка, и еще несколько человек. Но вот одним из таких марксов буржуазии был Макс Вебер. Он относился к Марксу с большим пиететом, хотя, повторяю, всю жизнь, все его творчество это своего рода, все же, антимарксизм. И когда кто-то в присутствии Вебера пренебрежительно отозвался о Марксе, то Вебер по рассказам, который отличался довольно таким буйным нравом и нервными реакциями, резко осадил этого человека и сказал, что прежде чем так высказываться, нужно хотя бы немного дорасти до уровня этого мыслителя, а потом уже позволять себе такого рода суждения. Теперь я остановлюсь на трактовке идеальных типов у Вебера. И здесь я хочу отметить, что Вебер вслед за Вильгельмом Дельтеем и вот этими самыми Баденцами, то есть Виндельбандом и Риккертом, исходит из того, что метод естественных наук и социальных наук различен. Хотя, в отличие от этих своих предшественников, он не доводит эту идею различия до идеи их противоположностей. Дельтей, известный философ, неогигельянец, подчеркивал в противовес позитивизму, натурализму, которые тогда были на рубеже 19-20 веков, особенно в конце 19 века, чрезвычайно популярен. Дельтей доказывал, что науки о духе не должны ориентироваться на естественной науке, как думали многие. Он четко различал науки о природе и науки о духе и считал, что нечего наукам о духе пытаться подражать естественным наукам. Они, в принципе, различны. Различных объект, а значит и методы их, должны быть различны. Познавательные процедуры должны быть различны. И Дельтей выразил это в известной формуле. Природу мы объясняем, а духовную жизнь мы понимаем. И вот это противопоставление понимания и объяснения проходит красной нитью через всю историю социологии, собственно говоря, поскольку до сих пор можно, и некоторые так и делают, видеть две социологии, объясняющую и понимающую. Хотя здесь бывает всякого рода взаимопроникновения, взаимопереплетения и так далее. Дельтей исходила из того, что социология вообще ничего не достигла, кроме двух-трех банальных каких-то выводов, и не может ничего, в принципе, достигнуть именно по этой вот причине. Радикальной противоположности объектов и, соответственно, необходимости осознания противоположности познавательных средств этих групп наук. Дельтей подчеркнул, что именно понимание, которое включает в себя и сопереживание, и симпатию, и в чувствовании и так далее, позволяет по-настоящему осознать то, что происходит в мире людей. Потому что в мире людей, когда мы изучаем мир людей, мы изучаем мир, который является нашим миром. В отличие от тех ситуаций, когда мы изучаем мир природы, который нашим миром не является. У нас здесь разные познавательные установки. Поэтому здесь понимание Дельтей трактовал как своего рода мистико-психологическую процедуру. И обозначал это термином «эрлебнис». «Эрлебнис» как некое сопереживание, которое позволяет по-настоящему чувствоваться в изучаемый объект, каковыми являются другие люди. Ну а Баденская школа неоконтианства, она тоже исходила из того, что, хотя она не столь радикально, может быть, противопоставляла методы двух групп наук, тем не менее, тоже противопоставляла методы наук о природе и наук о культуре. Виндельбанд подчеркивал, что науки о культуре, прежде всего, история, для них история была главной дисциплиной, а не социологией. Почему? Потому что история имеет дело с уникальными и неповторимыми событиями, а социология, которая пытается изобразить из себя естественную науку, она формулирует некие обобщения, которые имеют малое отношение к исторической действительности, которая уникальна и неповторима. Так вот, по Виндельбанду науки о природе пользуются номотетическим методом, а науки о культуре, прежде всего, история, пользуются идеографическим методом. Идиографическим. От греческого слова «идиос», что значит «своеобразный». От этого же слова, кстати, и слово «идиот» происходит. Я специально это подчеркиваю, потому что, чтобы не было ошибки, иногда часто букву «Е» используют в таких случаях, думаю, что это от слова «идеи». Так вот, идеографический метод, он для понимания человека лучше и адекватней по Виндельбанду. Генрих Рикерт различал генерализирующие и индивидуализирующие методы в науке. И считал, что науке вообще надо классифицировать не по предмету, а по методу. В принципе, считал Рикерт, любые науки могут пользоваться и тем, и другим методами, и некоторые, даже естественные, например, науки тоже пользуются индивидуализирующим методом, например, геология, для которой тоже важны индивидуальные, неповторимые какие-то геологические системы, породы, пласты и так далее. Но все же, прежде всего, индивидуализирующий метод это метод наук о культуре и опять-таки, прежде всего, истории. Так вот, Вебер продолжает эту линию и тоже подчеркивает, что методы наука о человеке и наука о природе различны. Но, повторяю, он не доводит идею различия этих наук до идеи и их противоположностей. Основной метод социологии по выбору это конструирование идеальных типов. Это некий аналог того, что Рикерт называл отнесение к ценности, потому что для Рикерта стояла проблема довольно серьезная отбора исторических фактов. Потому что, вот хорошо, история индивидуализирующая наука, но нельзя же все факты и раз законы она не стремится выяснить как естественные науки, то должен быть все-таки какой-то критерий того, что важно, что не важно в истории, что включать в историческое повествование или исследование, или не включать. И таким критерием для Рикерта было отнесение к ценностям. К ценностям добра, красоты, разума и так далее. Так вот, это аналог конструирования идеальных типов у Вебера. Это некий аналог отнесения к ценности у Рикерта, я думаю. Вообще, понятие идеальных типов изобрел не Вебер. Оно существовало еще у Тенниса, а до того еще скорее всего впервые оно присутствовало у теоретиков права немецких, таких как Хонта фон Гирке или Еленек и некоторые другие. Для них они это понятие идеального типа в юриспруденции прежде всего зародилось. идеальный тип Вебер трактует как системыслительную конструкцию, которая в чистом виде не встречается в действительности. Это теоретическая схема, которая выступает как инструмент постижения индивидуальных и неповторимых исторических явлений. И вот Вебер в противовес теоретикам натуралистическим, теоретикам натурализма в социологии, позитивистам, условно говоря, хотя я не знаю, что такое позитивизм, но будем считать, что это вот некий синоним в данном случае натурализма. Затем он в противовес вот такого рода утверждению, что вот мы знаем законы, которые вот имеют место в исторической социальной действительности и так далее. Вебер все время говорит, подчеркивает, что это только идеальный тип. Нет, это не реальность, это некая результирующая, это некая мыслительная конструкция, от которой реальность может уходить достаточно далеко. и тем не менее он не может не признать, что все-таки эти утопии, как он их называет, идеальные типы, берутся все же из действительности, откуда они начали браться и иначе как они могут служить инструментами постижения этой действительности, если они придумываются как попало. Но он опять же в полемическом задоре, я думаю, он постоянно подчеркивает вот такой фантастический характер идеальных типов, он подчеркивает, что это утопия, фантазия и всячески возражает против их отождествления самой реальности или как он выражается против их субстанциализации. Хотя, повторяю, он не может не признавать, что все же берутся эти типы из действительности. идеальные типы по выбору используются и в исторической науке, и в социологии. Но это разные типы типов, так сказать. Они различаются в истории и в социологии по степени общности. В истории по выбору используются так называемые генетические идеальные типы. Это такие типы, которые используются локально, применительно к определенному месту и определенному времени. Они выявляют связи, которые были лишь однажды. Примеры такого рода идеальных типов генетических, которые сам выбор приводит, это, например, средневековый город, кальвинизм, культура капитализма и так далее. Поскольку был только один кальвинизм и только один средневековый европейский город. То есть один в том смысле, один в том смысле, что тип такой был один. Так? Могут быть различные интерпретации кальвинизма, это другой вопрос. В социологии же используются так называемые чистые идеальные типы. Чистые идеальные типы не локализованы во время и в пространстве, и они служат выявлению связей, которые существуют всегда или во всяком случае часто. Задача социологии по выберу состоит в том, чтобы устанавливать общие правила событий, независимо от их пространственно-временных характеристик. Устанавливать общие правила событий, независимо от их пространственно-временных характеристик. Это значит, что при идеальных условиях в любое время, в любом месте будут иметь место такие-то факты. И здесь, опять-таки, мы видим, что выбор смягчает вот этот дуализм естественных и социальных наук, и одновременно дуализм истории и социологии, который был присущ Вильгельму Дильтею и неокантианцам Баденской школы. Собственно говоря, если уже перескочить в более позднее время, то такого рода характеристики закона, если то, по принципу, если при каких-то условиях будут иметь место какие-то результаты, характерен был не тот далеко не только для выборианцев, но и для тех, кого принято называть позитивистами вполне. Теперь я перехожу к следующему вопросу, а именно к понятию понимания выбора социального действия и пониманию выбором предмета социологии. Вот это понятие понимания Вебер берет у Дильтея, но придает ему совсем иной смысл. Вебер против вот такого субъективизма, психологизма и тем более мистицизма в понимании понимания, если опять же к халамбурам выражаться. С одной стороны, Вебер признает, что понимание – это особенность наука человека. Это то, что отличает социологию от естественных наук. Без понимания не может быть социальной науки и понимание характерно только для познания человека. Мы не можем понимать поведение клетки, молекулы, говорит Вебер, но мы можем понимать поведение человека. Но в отличие опять-таки от Дильтея, Вебер не противопоставляет пониманию причинному объяснению, а сближает понимание объяснения, рассматривает понимание как предпосылку причинного объяснения и даже как одно рассматривает как разновидность другого. Понимание – это не психологическая процедура, и поэтому понимающая социология – это не часть психологии, как это вытекало из Дильтеевской теории, который, впрочем, вообще к социологии как к науке относился отрицательно в том, во всяком случае, виде, в каком она существовала в его время. Выбор различает два вида понимания. Во-первых, это непосредственное понимание, или по-немецки «Aktuelles für Stein». И второй вид понимания – это объясняющие понимания. «Erklerent des Versteins». И здесь второй вид понимания, собственно говоря, уже практически ничем не отличается от, собственно, объяснения. Объект изучения в социологии по выбору – это поведение индивида или группы индивидов. Именно отдельный индивид и поведение отдельного индивида – это атом или клетка социологии. Но психология тоже изучает индивида. И в чем же тогда отличие между этими двумя науками? По выбору особенность здесь состоит в том, что социология изучает поведение индивида прежде всего, поскольку он придает своим действиям определенный смысл. Именно смысл, приписываемый действию самим индивидам, делает его объектом социологического исследования. И здесь вот этот принцип понимания, который позволяет уловить этот смысл, связывает веберовский принцип понимания, методологии его, с его же пониманием социального действия. Социология – это наука, которая изучает социальные действия индивида. Вот что является объектом социологии. Социальное действие индивида. Что такое социальное действие? Вот Вебер подчеркивает, выделяет два признака социального действия. Один, собственно, я уже назвал. Это субъективная мотивация индивида или группа индивидов. Если нет субъективной мотивации, то это вообще не действие, а это поведение. А субъективная мотивация индивида – это есть приписывание индивидам смысла своему действию. Без учета мотивов, без учета того, как сам индивид интерпретирует свои действия, социология не может устанавливать причинные связи, она не может адекватно отражать социальные процессы. Без учета мотивов действующих лиц. Это первый признак. А второй признак – это ориентация на другого или на других. Поскольку это действие может быть действием человеческим, но это действие не будет социальным, если нет ориентации на других людей. Причем ориентации, опять-таки, которые представляются субъективно мотивированной. Это должна быть не случайная автоматическая ориентация, когда человек, допустим, дотронувшись до другого человека, который наэлектризован, отдергивает руку от того, что его ударило электричеством. Это должна быть ориентация субъективно мотивированной. И здесь вы видите два очевидных, или как минимум два очевидных отличия выборовской позиции от дюргеймовской. Как вы помните, дюргейм призывает изучать социальные факты как вещи, то есть извне, так же, как мы изучаем внешний мир, по внешне данным признакам. И второе явное, вроде бы, отличие это состоит в том, что Веберс – социальный номиналист. И он подчеркивает свой социальный номинализм. Тогда как дюргейм явно то, что мы сегодня назвали бы холист или социальный реалист. По выбору группы – это не самостоятельные сущности, а способы организации действий отдельных индивидов. И понять, собственно, мы можем не группы, а только индивидов. Мы понимаем индивидов, говорит Вебер, но не понимаем поведение клетки, как я уже сказал. Но при этом мы не можем так же понимать поведение народа, поведение общества, группы, народного хозяйства. Хотя мы можем понимать действия индивидов, составляющих народ, составляющих общество, группу или участвующих в народном хозяйстве. Это всегда Вебер подчеркивает. Но я вообще замечу в скобках, что это, вообще говоря, псевдопроблема. Потому что если бы каждый раз социологи занимались такого рода редукцией действий групп, обществ и прочих действий индивидов, они бы не могли заниматься исследованиями. Так же, как и физики не могли бы заниматься исследованием физических процессов, если бы они каждый раз задавались кантовским вопросом, как возможно природа там, или что там есть на самом деле. Группа берется как некая уже данность, как результат взаимодействия между индивидами. И это, кстати, Дюргейм прекрасно понимал, что группа – это есть синтезы индивидуальных сознаний, индивидуальных действий. Но дальше, когда этот синтез уже существует, мы не можем каждый раз задаваться вопросом, а как же, значит, там этот синтез возник. Мы, проводя социологические исследования, мы принимаем это как данность. Хотя каждый раз мы можем говорить, да, ведь это на самом деле, эта группа есть результат взаимодействия вот этих-этих индивидов, и это будет правильно. И здесь это вопрос, хотя сегодня больше мода на методологический индивидуализм. Это не значит, что методологический индивидуализм тоньше или глубже. Просто мода сегодня такая. И социологи больше, может, в силу какого-то крена предыдущего, во времена Парсенса, больше делался акцент на таком нормативном детерминизме, на том, что индивиды – это продукты институциональных структур, нормативных систем и так далее. Ну а дальше социологи всерьез и совершенно правильно озаботились, откуда берутся эти институты, системы и прочее. Они же не с неба сваливаются. Значит, задача, и важная, и плодотворная задача, состояла в том, чтобы изучить, как происходит процесс создания этих систем и свести их к порождающему их действиям. Ну а дальше, когда достаточно будет это все исследовано, можно будет опять обратиться к тому, как система формирует индивидов и так и будет двигаться и дальше в социологии. Ну это в скобках. Я теперь цитирую Вебера. Такие понятия, как государство, товарищество, феодализм и так далее, обозначают для социологии категории определенного рода совместных действий людей. И задача социологии, следовательно, состоит в том, чтобы свести их к понятным, в кавычках, действиям, то есть исключительно к действиям отдельных участников. Но опять-таки я хочу сказать, что здесь Вебера, хотя здесь эту часто цитату рассматривают как бесспорную, но тут Веберу можно возразить, что если бы социология постоянно занималась таким сведением, то значительная часть исследований была бы невозможна. Это опять-таки был бы эффект сороконожки, когда вы знаете, что сороконожка не может двигаться, если она начинает задумываться, как ее сорок ножек двигаются. У нее наступает такой рефлексивный паралич, и от того, что она не понимает, как они двигаются, она не может ходить. Так и социолог, если он каждый раз будет сводить то, что он изучает всякого рода коллективные реалии к действиям индивидов, он не сможет ничего исследовать. Если, говорит Вебер, действие направлено на определенное поведение не других индивидов, а на какие-то вещественные объекты, будь то машины, природные явления и так далее, то это не социальные действия. И поведение индивида в толпе по Веберу, это тоже не социальные действия, хотя это выглядит довольно странно. Как пишет Вебер, если на улице множество людей одновременно раскрывают зонты, когда начинается дождь, то это, как правило, не социальные действия. Почему? Потому что все эти люди субъективно ориентированы не друг на друга, а на природное явление под названием дождь. Вот почему поведение в толпе не является объектом социологии по выбору, хотя это, в общем, проблематичная вещь. Это, с его точки зрения, предмет особой дисциплины, психологии масс, а не социологии. Почему? Потому что поведение толпы это поведение, строящееся по модели индивидуального поведения. Все ведут себя в чистом виде, как автоматы и повторяют, условно говоря, поведение лидера, вожака и друг друга квази-рефлекторно, что ли. Теперь я остановлюсь на типах действия по выбору. Вы это наверняка знаете, я просто это перечислю. Выбор различает четыре типа человеческих действий. Это действие традиционное, аффективное, от слова аффект, целерациональное и ценностно-рациональное. Аффективное действие, это действие эмоциональное, оно осуществляется, как это явствует из самого термина, осуществляется через аффекты, через эмоции, через чувства. Традиционное действие осуществляется через привычку. Ценностно-рациональное действие осуществляется через сознательную веру в какую-то ценность, этическую, эстетическую, религиозную или какую-то еще ценность безусловную. То есть, это поведение рассматривается индивидом как самоценность, независимо от успеха этого поведения. Цель рационального действия осуществляется по выбору через ожидание определенного поведения других людей и предметов внешнего мира тоже, и через использование этого ожидания как условие или как средство для достижения рационально поставленных и регулируемых целей. Я прошу прощения, приходится, вот я болею вообще-то сейчас. Поэтому, может, я не говорю так несколько натужно. Критерии рациональности действия по выбору – это успех. Первые два типа, согласно выбору, находятся на грани социального действия или даже за пределами собственно социального действия. Почему? Потому что в случае фиктивного и традиционного действия либо нет осознанно приписываемого смысла, субъективно приписываемого смысла, либо почти нет. И только два последних типа – это социальное действие в собственном смысле. Чисто ценностно, рационально действует тот по выбору, кто не считается с предвидимыми последствиями, кто действует в соответствии со своими убеждениями и делает то, что по его представлению ему предписывают долг, достоинство, честь, красота, религиозная догма и так далее. Как пишет выбор – это всегда действие в соответствии с заповедями или требованиями. Побочные следствия здесь в расчет не принимаются. Это действие, которое хорошо выражено в старинной латинской формуле «Да здравствует справедливость и да погибнет мир». В чистом виде. Цели рационально по выбору действует тот, кто ориентирует свое действие в соответствии с целью, средством и побочными последствиями. И при этом рационально взвешивает цели, средства и побочные следствия по отношению друг к другу. Я повторю. Цели рационально действует тот, кто ориентирует свое действие в соответствии с целью, средством и побочными последствиями. При этом он рационально взвешивает все эти компоненты, то есть цели, средства и побочные следствия по отношению друг к другу. И, кстати, я замечу в скоках отсюда вытекает знаменитое «Веберовское развлечение этики убеждения и этики ответственности», которое вошло в историю социологии, в деятельности политика. В эпоху, когда Вебер наблюдал рост фанатизма, когда люди в качестве величайших добродетелей выдвигали преданность своей партии, ради которой люди готовы были отдать свою жизнь, или какие-то идеалы высокие, социализма, благо человечества, «Вебер» подчеркивал, что ему самому была близка другая этика. Не этика убеждения, которая готова была бросить в котел этого даже самого замечательного идеала сотни тысяч и так далее человеческих жизней, а этика ответственности, которая предполагает вот это самое взвешивание и рациональность в деятельности политика. Эта этика, безусловно, ему была ближе. Это если говорить уже о чисто оценочном моменте. По выбору реальное поведение, реальное действие сочетает в себе два или более типов действия. В разных типах обществ преобладают различные типы действий. В традиционных обществах по выбору преобладают традиционные и аффективные действия. А в индустриальном обществе преобладают цели рациональные и ценностно-рациональные действия. Причем последнее, то есть ценностно-рациональное, имеет тенденцию вытесняться первым, то есть цели рациональные. И вот рационализация социального действия по выбору выступает в качестве фундаментальной тенденции исторического процесса. Рационализация по выбору это судьба западной цивилизации. Кстати, вообще в немецкой традиции часто любят очень многозначительно использовать слово «судьба», когда, так сказать, вот это не то, не то, не то, сказать больше нечего, но тогда уже многозначительно можно сказать, что это судьба. Ну а против судьбы, опять же, та же, как и против натуры, ничего не сделаешь. И остается только закатить глаза к небу и сказать, что у нас судьба, значит, судьба и есть. Так вот, это судьба западной цивилизации, и эта рационализация вовлекает в свою орбиту и другие, не европейские цивилизации. Кстати, то, что я сказал относительно понятия «судьба» немецкой традиции относится к понятию «дух». Еще тоже «дух». Это тоже интересная тема исследования. Взять, вот, кстати, понятие «дух» в немецкой методологической традиции, методологии социальных наук. Идущее, кстати, понятие от Монте-Скье, идущее из Франции, но французы потом так активно это понятие не использовали, как немецкие мыслители. Мне так кажется. Так вот, рационализация вовлекает в свою орбиту и другие цивилизации, не европейские тоже, путем индустриализации и рационализации оказываются всемирно-историческим процессом, который выбор прослеживает в разных аспектах, в разных сферах и так далее. Откуда взялась рационализация в истории Европы? Рационализация по выбору это результат соединения, или, как он любит использовать термин, констелляция, что буквально означает созвездие, констелляция целого ряда исторических факторов, целого ряда факторов в истории Европы, последних трехсот-четырехсот лет и опять-таки здесь Вебер говорит, что это не историческая необходимость все эти факторы, скорее, это историческая случайность или опять-таки судьба. Так случилось, что соединилось в определенном ареале, соединились в определенном ареале и в определенный период несколько факторов, которые несли с собой это самое рациональное начало или принцип рациональности. Какие-то факторы, которые развивались давно-давно и постепенно вызревали и потом достигли некоторого апогея. Во-первых, это античная наука, особенно математика, а уже в эпоху возрождения к этому добавился эксперимент, а затем еще позже уже в новое время экспериментальная наука, причем тесно связанная с техникой. Замечу в скобках, кстати, что мы сегодня рядом ставим эти два слова, я говорил, наверное, это на одной из первых лекций, сегодня мы легко и непринужденно ставим два эти слова рядом, наука и техника. И нам кажется, что это естественно и так было всегда и везде. Но на самом деле соединение науки и техники это колоссальное совершенно усилие нужно было совершить и революцию и в умах, и в чем угодно, чтобы эти две вещи соединились, потому что мы знаем цивилизации и эпохи, когда наука жила своей жизнью, техника своей, и они никак вообще не пересекались. второй фактор это рациональное римское право, которое в средние века развелось еще больше и несло с собой тоже этот принцип рациональности. И наконец еще один важный момент это рациональный способ ведения хозяйства, который возник вследствие отделения рабочей силы от средств производства и в результате которого возникло и капиталистическое предприятие. Вот здесь в этом предприятии имеют место такие моменты, как точная калькуляция рациональная бухгалтерская отчетность. Предприятие отделилось от домашнего хозяйства, потому что раньше это было одно и то же. Собственно мы знаем, что и пространство, это я уже добавляю, было бы странно для большинства, для почти всех людей средневековой Европе сказать, я пошел на работу, потому что у него все было на месте, так сказать, и пойти на работу, это значило просто оставаться на месте, и никуда идти не надо было. и пространство, и время работы, и время домашнего хозяйства, и семейной жизни, это все не было разделено. Может, уже на охоту пошел улететь? Не, но это вы берете тогда до общества охотников, там, собирателей, рыболов, там, конечно, они там, хотя тоже далеко не уходили, но нет, ну в этом смысле конечно можно. Конечно, все, но опять же все рядом. Но и самое главное, что это то, что я сказал в начале, рабочая сила отделилась от средств производства, но главное, фактор, который, собственно, обобщенный, который соединил все эти вот силы, все эти факторы, это, этим фактором явился протестантизм, где экономический успех был провозглашен в качестве религиозного призвания. Протестантизм просто, что ли, наиболее ярко и выразительно сформулировал все эти вещи, и в нем это проявилось просто наиболее выразительно. Это не значит, что только в протестантизме могли иметь место рациональные факторы. Вот некоторые так понимают, это, конечно, смешно. Рациональные факторы, в принципе, это я уже добавляю, они могут проявляться в самых разных формах, и рационализм тоже. Но вот Вебер взялся в своей классической работе показать, что в протестантизме вот это так случилось, что в нем было больше рационализма, условно говоря, чем в католицизме, чем еще в каких-то мировоззренческих системах. Так в Европе возник капитализм, индустриальное общество и все прочие общества, все прежние общества выборы называют традиционными. И главный признак вот этого капитализма это господство формальной рациональности. Давайте сделаем перерыв небольшой и отдохнем.